привет дорогие друзья приветствую вас с жаркой страны испания сегодня я нахожусь в городе картохена это прекрасный город на берегу средиземного моря здесь красивый большой порт а также яхт-клуб посмотрите здесь такая лагуна с двух сторон лагуну окружают горы это красиво белоснежные яхты лодки голубая лазурная водичка горы ну что может быть лучше особенно еще все это украшают прекрасные пальмы просто романтика очень круто здесь погулять сегодня хорошая солнечная погода 21 градус до этого было в немного прохладно вчера и сегодня просто классная погода так и хочется гулять 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 нагуляться перед тем как поеду в нидерланды в бельгию где сейчас живу и буду опять мерзнуть и подожди у нас каждый день обещают представляете а здесь просто душа как-то знаете в гармонии с природой это то место вот где реально я отдыхаю душой и телом извините я буду в очках потому что солнце просто ослепляет невозможно вот за просто без очков что-то снимать очень давно хотела эмигрировать куда-то в нидерланды в бельгию в германию потому что это успешные страны потому что там можно заработать но я поняла что душа моя не там знаете вы постоянно переживаете постоянно вам что-то не нравится нервничать и ну короче говоря нидерланды и бельгия это не мои страны абсолютно я постоянно там болею без конца у меня там какие-то депрессия какая-то приезжаю в испанию и все у меня налаживается жизнь и душа моя здесь просто счастлива просто надо слушать свое сердце где вам хорошо где вам комфортно там и жить и несмотря на это я все-таки с южного региона человек я привыкла к мягкому такому теплому климату для меня нидерланды по климату вообще не подходят влажность высокая я постоянно мучаюсь с носом с горлом у меня постоянно проблемы из этого я очень нервничаю переживаю постоянно куча таблеток ну вообще много много есть таких моментов которые мне не нравятся в нидерландах и в бельгии вроде бы как и неплохо но не моё но не моё и все приезжаешь сюда вот даже на один день и все я заряжаюсь энергетикой я восхищаюсь этой страной мне все устраивает я наверное все таки сюда когда-нибудь эмигрирую пусть не в картогену пусть оревеху при наличии машины в момент можно в картогену сесть и поехать здесь всего один час езды если ехать через платную дорогу придется заплатить 250 где-то евро можно также ехать по бесплатным дорогам будет можно минут десять дольше там объездные такие есть дорожки но в принципе все ваших руках у меня на канале друзья есть папки с различными видео я там отметила отдельно папкой нидерланды и все что с ним связано но также у меня есть европа и туда я собираю уже все страны европы туда не входят нидерланды потому что чаще всего снимаю нидерланды но знаете что я решила сделать отдельную папку испания потому что достаточно часто я посещаю испанию и очень-очень много у меня видео именно с испании поэтому есть создам отдельно папочку где будут испании и вы сможете зайти и смотреть все ролики именно только с испании короче я работаю над этим сегодня солнечная погода кто-то в шортах гуляет и футболки кто-то в куртке смотрите какая плитка прикольная здесь все под мрамор здесь любят мрамор поэтому все под мрамор это улица с магазинами множество здесь кафе ресторанов и также лавочек с сувенирами вот как это например а сейчас друзья мы прогуляемся по главной пешеходной улице города кали майор он выложен яркой мраморной плиткой с множеством магазинов и ресторанов картохена это город на юго-востоке испании в автономии мурсии он является один из древнейших портов европы картохена это удивительный микс нескольких культур от древних римлян финикийцев до арабов и испанцев с одной из лучших естественных гаваней в испании здесь можно увидеть развалины античного римского театра средневековые мавританские укрепления и интересные здания модернизма как и многие древние города картохена можно разделить на две части исторический центр это порта дель картахена побережья и исторический центр содержит главные достопримечательности и памятники архитектуры а на набережной находится много кафе ресторанов и баров а сейчас вашему вниманию дворец в конце истории также известный как мэрия картохены одна из главных городских зданий стиля модерн расположены на площади аюта йента он находится совсем в сотни метрах от развалин римского театра и портовой набережной с 16 века на этом месте находился старый дворец консистории построены в стиле эре резко но здание оказалось слишком маленьким поэтому в 1900 году начинается строительство нового здания над фундаментом старого треугольная в плане здания дворца представлена тремя различными фасадами выполненными из белого мрамора с цоколем и серого гранита а неподалеку размещен вот такой монумент моряка который возвращается с дальнего плавания домой очень красивое здание обратите внимание вот такое вот скорее всего это новая отреставрированная ну и соответственно здесь магазин одежды есть очень много магазинов очень чисто обратите внимание но и зелени нет просто стоят здания такая плитка прям аж блестит и все не пальм вам здесь ничего здесь такая уютная улочка кафешки вот такие вот хоть клумбы с какой-то зеленью уже украшают эту улицу до этого не было абсолютно никакой зелени но в принципе уютно эти какие гигантские безе офигеть они большие из разных видать цветов потому что разный вкус есть вот поменьше как это все аппетитно выглядит вот такой вот кафе на улице обычной и все очень аппетитно зашли сейчас тут столько этих пекарь кафешек глаза разбегаются от испанских сладостей конечно у них ассортимент офигенный так и хочется вот это все попробовать в таком я даже не знаю парк это или что раньше видео снимала у меня есть на канале я снимала амфитеатр музеи в этот раз я решила пройти именно по городу посмотреть как живут жители что тут и как все устроено и поснимать вам обычную жизнь картахены поэтому не ждите сегодня каких-то там супер музеев сегодня просто прогулочка а здесь такой смотрите импровизированный театр видите можно самим тут что-то устроить типа кориды но понятно что это не корида старая осталась крепостная стена здесь заметно вот она окружает это получается сквер и много-многолетний фикус в испании очень популярны эти деревья и как правило им очень много лет они разрастаются до очень больших размеров вот такой уютный сквер здесь только деревья подстригли и они еще не дали новые отростки получаются лысые такие есть получается в этом сквере вы представлены вот такие фотографии где можно посмотреть во время войны 1874 года разрушения какие были ну и соответственно здесь тоже армия и остались небольшие вот такие вот укрепления которые сохранились до сегодняшних дней а в середине такой сквер где гуляют дети по периметру кафе рестораны посмотрите как буйно растет зелень в этом сквере прям зелено реально вот заревьехи как-то не очень зелено там проблемно с этим делом а здесь очень много пальм и разных растений и попугаев больше попугаи сидят и кричат я не знаю друзья видно вам или нет два попугайчика и так они разоряются вот такие скандальные птицы живут в обычной свободной природе вот такие птички сидят зелененькие довольно крупные друзья мы нашли диван абсолютно бесплатного так стоит посередине улицы я говорю моему парню не надо тебе в новую квартиру смотри почти новый удивительно просто где мы что мы какой-то здесь смотрите как садик сделали люди себе я просто в шоке он говорит ты знаешь куда эти игры нет я даже не догадываюсь но ничего мы выберемся надеюсь вот дорога вот там уже вроде как цивилизация а здесь смотрите просто трущобы просто ужас полисадник себе люди сделали в озона с цветами кактусы пальмы у них там и искусственная зеленая травка постелена обратите внимание иногда такое ощущение что я в африке а не в испании выглядит настоящая жизнь испанцев картагенцев а не то что центральные улицы все такие красивые здесь вот кстати мы отошли два метра уже за дом и вот более-менее приличная улица не все так ужасно такая контрастная картагена просто капец я в шоке здесь друзья так кричат попугаи вы просто себе не представляете сумасшедший дом много попугаев а здесь кстати ведутся раскопки вот тут за забором ведутся раскопки укрываются каким-то материалом а здесь просто парк видать нашли вот что здесь был какой-то древний город и давай копать и не важно что здесь парк что здесь деревья много вековые я бы даже их назвала лавочки неважно главное найти историю вот так это все выглядит и попугаи блин их там много на пальме я не знаю смогу ли я их заснять но их очень много они все так кричат крикуны зеленые а вот там еще один видно вам вся картахена состоит из раскопок и неудивительно что здесь нашли часть римской дороги первого века до нашей эры которая ведет к дому сальвио это был самый богатый человек то по времени эту дорогу так и прозвали карта дэй сальвиус здесь когда-то устраивали корриду сейчас это на реставрации вот верху написано конечно сейчас это выглядит не очень презентабельно но имеет место быть слушайте друзья вышли мы вот на такое красивое место видим что люди туда заходят а мы получается как бы вот тут наверху как на втором ярусе и мы пытаемся найти вход чтобы нам тоже выйти вот в то направление ой слышите это не просто смотрите с этой стороны получается либо вот снизу может быть вход либо вот с той стороны надо выше тогда подниматься я не уверена сейчас спускаемся вот в это направление проверим если нет тогда уже пойдем туда вверх друзья куда нам заходить вот люди идут туда значит нам тоже туда надо вот так вот когда приезжаешь незнакомый город особо не знаешь как куда добраться приходится иногда просто включать мозг вот такой туннель и мы выходим получается вниз все элементарно просто а посмотрите какой здесь туннель интересный вау просто ой как тут красиво зеленая травка пальмочки просто природа шикарная еще и птички поют попугайчики вообще классно здесь я не была в этой стороне картогены я специально хотела обойти ее что я в принципе и сделала а то только по туристическим местам гуляешься так красиво все так идеально а вот настоящую жизнь никто вам не покажет смотрите как гуляют свободной природе попугаи попугаи просто бегают себе по зеленой травке они зеленые их вообще незаметно если по ней не кричали я бы их даже не заметила прыгают бегают себе гуляем и друзья вот по такой вот вдоль порта посмотрите деревянный пол сделали получается тротуар дерево натурального и вот мы идем и не понимаем зачем надо было дерево вот это обшивать пальмы все красиво все очень даже цивильно да но вот этот вот пол деревянные тут вот эти гвозди вечно вылазят непонятно зачем вообще это надо было делать странные какие-то испанцы почти как в канах только это испания картогена посмотрите такой большой холл здесь проходят концерты различные вот реклама и мы сейчас здесь такой сквозняк здесь между этими это кстати стекла абсолютно стекла все стеклянные полностью витражные стены видно что внутри происходит можно заглянуть и посмотреть а ничего просто коридор такой абсолютно ничего и выходим к порту здесь большой порт яхт-клуб порт опять же деревянные вот эти вот настилы достаточно большая территория так м ну в спасибо друзья что были со мной подписывайтесь на канал ставьте лайк и до скорой встречи всех люблю целую пока пока